привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 4 the room у меня сейчас была небольшая техническая проблема поэтому начало где-то минут пять я знаю что будет и могу вам сказать что будет очень плохо потому что мы попадаем в мир леса по второму разу а там дела крайне плохи зато с другой стороны как говорится предупрежден так но это сразу используем значит вооружен сейчас мы берем патроны и пистолет потому что это нам тут реально пригодится сейчас увидите почему я даже рад что так получилось потому что иначе мне все но пришлось бы сюда возвращаться в квартире как видите у нас по сути все очень неплохо мы наконец избавились от этих призраков и я думаю это только к лучшему потому что насколько я понял рано или поздно если вот так вот забросить это дело то полезу призраки в квартиру так ну хорошо ладно давайте двигаться короче в чем проблема когда мы попадаем в этот мир помимо того что там достаточно много неприятных монстров там появляется сам это долговязый паре который я считаю ултер сальван пока история об этом ничего не говорит но я думаю это так и уж он-то доставляет нам проблем помните в конце предыдущей серии на выходе мы маленько показали ему кузькину мать а дело в том что он там был один и не гонялся за нами по локациям а здесь он реально ходит постоянно за тобой и воюет я честно говоря пока не понял как и что с ним делать ну да ладно по крайней мере я знаю что делать вначале алин 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 кошмарит я кстати говоря хотел ее вылечить по моему но что-то как-то забыл вылечу видимо по так первым делом берем факел и пока он горит петлеем отсюда нафиг так он горит нет он не горит быстрей так все давай давай только девушка осталась там но я думаю она против не будет так глава куклы по-другому мы ее не взяли бы потому что без факела нам бы написали что здесь очень темно уди все вали к чертовой матери алин пойдем дальше али ты где я чувствую нам тут столько геморроя предстоит с этим товарищем ты со мной постараемся уворачиваться от этих тварей ну естественно держаться подальше от уолтера да и полномать чё ж ты хочешь там еще и призраки походу сейчас полезу алин алин пойдем пожалуйста ты со одной со мной хорошо куда мы идем сзади пришел уже он собак не трогаем они сегодня беспонтовые ну как может и надо было просто когда я буду драться с ними придет он и начнет кусать нас своими знаете что я ненавижу я ненавижу алин с недавних пор а этого пацана мы сейчас заботаем давай сюда пойдем так хорошо это самое пепелище дом сгорел я понимаю полностью что же тут нам пишут не могу прочитать эту надпись я думаю все таки пистолет лучше а сюда он смотри не идет похоже да так в общем давайте разбираться тут еще надпись октября мир тюрьмы горьбы хапи и комсинтедом рамс а лот визит в тс окей и ребенок писал не уолтера ли сали он такая лин пойдем к со мной тут еще есть такие же молодежь октября 15 бабы скан но были ваттами вот хабин и бахи деле андрю так факел нам нужен еще вообще нет интересно на полу лежит записка о смотри там труп лежит да или и что это что то здесь есть но здесь ничего нет я чувствую что что-то в колодце чего-то не хватает а это началось джаспер ну я уже взял взял голову поэтому прям пазырь в общем солен это все обретает гораздо больший смысл свечка круто это по-моему тушка манекена это по-моему единственный манекен который меня устраивает своим внешним видом во первых он сгорел к чертовой матери вторых у него нет головы рук ног такие манекены мне нравятся так то что ничего обуглившаяся кукла сидит в инвалидном кресле на ней выцарапано послание пока мое тело уничтожено я не дам вам здесь пройти чтобы подготовиться к получающему мудрость я разрезал свое тело на пять кусков и спрятал их в темноте когда мое тело станет опять единым дорога вниз будет снова открыта если ты получающий мудрость то ты поймешь мои слова ритуал уже начался так ну что давайте попробуем и я так понимаю тебе теперь нужно еще конечности присобачить ладно но с другой стороны это даже интересно потому что теперь у нас есть и один который умеет читать и кстати говоря вот эти пятна они лечатся с помощью свечи но временно как я понимаю давайте мы эту свечу потратим на нее наверное и поставим подождем пока и попустят насколько я знаю это действовать будет очень недолго и эти пятна все равно пойдут по ней буквально через минуту я просто хочу попробовать вот видите потихоньку рассасываться начинает на ней блин столько синяков что не поймешь вообще помогает нет столько пятен давай сиди смотри отдыхай вот вот собственно практически и все мне кажется если подольше и подержать то может быть это пройдет вообще полностью эти пятна я так понимаю это просто показатель того что уровень ее жизни довольно на низком уровне сейчас находится уровень на уровне так ну чё полегчало тебе по вот этим внешним признакам можно будет судить как она себя чувствует вроде как попустила да мы делаем это в первый раз и эксперимент я признаю удачным теперь что нам нужно еще нам нужно взять будет аптечку у себя дома здесь вроде больше ничего нет хотя вот этот по моему какая-то надпись а нет нет окей сейчас будем разбираться повторюсь как я сказал в предыдущей серии с этой серии опять начинается слепое прохождение я перестаю полностью читать комментарии до конца прохождения потому что очень многие моменты в результате реально стали неинтересны допустим насчет этих свечей я просто представляю свою панику и непонимание что же делать на первых парах и потом разбираться доходить до всего этого самому ух япона мать какого черта соседи сверху затопили что ли смотри а я вот заметил что раньше я мог читать допустим описание картин теперь этого нет тихо все я понял сюда я подходить не хочу так пойдем спокойно пойдем за свечкой ох ох сколько вас тут а как с этим бороться интересно мне кажется это даже свечка не поможет то есть мы сейчас попробуем конечно но мне кажется это бесполезно это такое изменение от которых не вылечится моя теория состоит в том что уолтер никогда не умирал в тюрьме это мог быть кто-то другой кто покончил со своей жизнью или тот человек которого арестовала полиция был а полиция был не настоящим уолтером сальвана у меня нет возможности расследовать что же случилось на самом деле в тюрьме но в любом случае уолтер не умирал в тюрьме человек в плаще которого видели здесь и был настоящим уолтером семь лет назад он что-то сделал в той комнате я уверен что существует связь между этим странным этим и странными вещами которые здесь происходят еще совсем чуть-чуть и я разгадаю эту тайну возможно мне даже удастся найти настоящего уолтера где-нибудь поблизости хорошо да ничего хорошего меня пугает эта квартира все больше и больше давайте-ка я возьму свечку но сохранюсь и попробую применить эту свечу потому что блин если я просто применю и она потратится это будет дико печально у нас две свечи так берем одну и сохраняемся и после этого пытаемся применить свечу поставить ее там на антре соли то если не работает то грузимся потому что свечи нам еще пригодятся я чувствую поставить ну почему же так как же быть тогда может на диван интересно так работает нет я зря потратил никакого эффекта сразу бы написала если что-то делаю правильно ладно эксперимент будем считать неудачным хорошо как же как же это то сделать давайте знаете для начала попробуем избавиться от этого в нашей комнате подождите а еще говорили что вот эти вот саму лета который на мне сейчас надет тоже помогают что-то это хренью вообще не нравится нет смотри работой а подожди это у меня сработал амулет они свечка блин ей свечку потратил так хорошо знаете мы сейчас потратим амулет на нет амулет мы потратим на ту который находится в зале в общем я хочу от них избавляться потому что мне кажется что с такими приколами у нас квартире ничего хорошего в итоге не получится с концовкой я знаю что тут не с концов по внутри или пять или четыре давай подыхаем вроде работы свечки тогда оставлю для али давай давай кончайся кончайся ощущение что не до конца помогло еще за нет по моему они исчезают потихоньку да так пойдем возьмем еще один и тут я так понимаю можно положить потому что он уже все попользованный более прикольно так не знаю мне сегодня день экспериментов просто не реально доставляет так это мы возьмем это мы уберем хорошо у меня в принципе инвентарь конечно забитый дико но я считаю что это правильно потому что нужно уже избавляться нафиг от всего этого если потом полезут призраки а она смотря на и тут и тут кончилось понятно давайте проверим ванную что-то меня сегодня большая такая задержка в этой квартире здесь по-прежнему все очень хорошо здесь тоже описание все тоже кровь она запачкана кровью пахнет изумительно тут в общем все нормально так ладно теперь можно уже нормально осмотреться что у нас по радио передают как обычно ничего как обычно ничего что происходит за окном мир живет своей жизнью всем очень нравится кроме меня кстати говоря я до меня это не сразу заперло это же наши жилищные апартаменты и когда мы ходили в параллельном мире мы как раз заходили в эти квартиры и видели допустим вот вот эти места вот тут как раз по моему сидел уолтер салливан и вот эта квартира по моему была где дети видите там на кровати стоят это та квартира в которой все стены были изрисованы детскими мелками это реально жутко так здравствуй старый друг все по-прежнему знаете почему тут кругами хожу потому что я просто не хочу туда возвращаться реально там все настолько плохо стало что я даже не знаю так ну и что мы что-то еще берем у нас 25 патронов с собой факел топор собственно так и будет пускай аптечку бы еще взять но я думаю мы только что сохранились если что лучше допиши аптечки здесь я так понимаю на вес золота будут так один как видите мне кажется или на ней снова тени да вроде нет так хорошо как мы давайте против часовой стрелки раз уж мы оттуда зашли прошлый раз мы все исследовали по часовой давайте приступим вот к этому месту я думаю уолтер по-прежнему будет за нами гоняться и нужно стучать ему по рогам только он появляется потому что иначе все это будет очень плохо где ты я не вижу камера отнюдь не помогает там хрен с тобой свободно давай добиваю все никого не оставим живых а ним такая Он пришел Вон он идет Да отприцелься ты, но Прицеливание вообще упорто Он с бензопилой идет Беги Слабак Куда ты полетела Да что ж такое Да ты посмотри Так, пора валить, короче Он бессмертный, я так понимаю Патрон только тратит Всей жизни он мне серьезно пощипал А на Айлин опять идут пятна Здесь ничего нового Интересно, а как против него сработают серебряные пули Мне кажется никак Потом поэкспериментируем Так, Айлин Почитай мне Октябрь 14 Далия Далия Ух ты, как все завязано-то, да Далия Мать Алисы Подождите, я даже помню Далия Гаспи Фамилия ее С помощью факела Мы сейчас Осветим Я так понимаю Этот колодец Ну левую ногу мы допустим взяли Вообще Я бы с радостью Вот честно говоря Пока что главная проблема Это сама Айлин Потому что Она очень много тупит Я бы предпочел Сказать ей Типа Подожди пока здесь А сам бегать Это далее была Той еще С тервой Так, здесь похоже Все, да Давайте сходим Возьмем аптечки Если у меня еще есть Я не помню По-моему парочка Была Ампулы Я пока тратить не буду А вот если питательные напитки Это было бы очень неплохо Надеюсь Здесь ничего нового нет Да ты И как мне с тобой бороться Вообще Окей Свечу просто реально Некуда поставить Смотрю Оно опять проросло Ну хорошо Как скажешь Так Мы уберем Амулет Он все же не работает А у нас питательный напиток Кстати есть Ногу оставляем Патроны Берем Серебряные пули Выбираем Я вот не знаю Честное слово Ну Так Нет Это мы уберем Как же мне тогда С ним бороться Я свечку Самое главное Не могу поставить Вот это мне Может на столик И тогда все это пройдет Вообще Перманентно Давайте сохранимся И попробуем Я на столик Эксперименты продолжаются Сегодняшней серии Мы попробуем все Чтоб потом вопросов не было Ноль эмоций А если поставить Даже не знаю Так Хорошо Загрузимся И посмотрим По новой Реально Не помогает Да Как и говорили Вот эти вот Медальоны Они помогают Но временно Временно Что здоровье сняло мне Так хрен его знает Честно говоря Давайте попробуем С этим Потому что Там нигде Не ставится Давайте попробуем На стул Что ли поставить По моему По моему Работает Так Окей Кажись Кончилось Так Ну будем Надеяться Ладно Допустим Я даже Через пару Не знаю Серий Будем бегать С голой попой Че Часы Нормально Вот на часы Мы сюда поставили Свечку И у них вопрос Порешался Так что И тут я думаю Все будет хорошо Так Нога у нас есть Пистолет Пистолет Где ты Где ты Болезный А А А А А А А А Сейчас Я думаю Тебя будет Со мной Да 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 Ты Посмотри У него Прицел Лучше Моего Алин Алин Быстрей Это реально Не смешно Хормонога Такая Он Целится С половиной Крана Я Целюсь Метров Наверное С пятнадцати Максимум И то Метров Десять На потолок И это Реально Не круто У меня Скоро Просто Кончатся Аптечки А тут Че Че Мячики Если он Теперь Всю игру Будет Меня Так Преследовать То Вот Это Реально Я Не знаю Это Будет Дикий Хардкор Так Ножка Готова Хорошо Идем Следующую Здесь Вроде Как Больше Ничего Нет Это Наверное Да Для Элин Так Ну-ка Засвети Такой Звон Пошел Да Блин Камера Ну Выглядишь Ты Опасно Смотри Гипс Вся Исколоченная Просто И цепь В руках Сейчас Сейчас Я тогда Схожу Обратно В комнату И я Надеюсь Там Ничего Нового Не появится Вот это Мы Кстати Не читали Ну али Понятно Мне кажется, это совсем не мама была. Ладно, мы туда не пойдем. Я думаю, места нам хватит в инвентаре. Единственное, что меня беспокоит, это жизни. Потому что аптечек нет. Это, по-моему, то самое место, где мы в свое время... Так, если кто-то выйдет во внешний мир без разрешения взрослых, мастер огорчится. Если мастер огорчится, вы будете не рады. Короче говоря, отсюда мы, по-моему, заходим, когда первый раз посещаем этот мир. И тут, по-моему, у нас ничего, кроме колодца, нет. Так что скоро надо будет фател зажечь. Давайте приступаем. А теперь тут вон, а что? Спокойно. Что-то реально жутко было. Ох, ты по-моему, мать. Спокойно, Алин. Это не очень хорошо, то, что она начинает маму звать. Но, по крайней мере, пока что нет Уолтера. Ой, по-моему, он пришел как раз. Какого черта? Это тот призрак, да? Деревенского дурачка, который сгорел. Блин, надо было сходить, сохраниться. Хотя, в принципе, я тут поблизости. У меня здоровья нет. Я думаю, это, типа, мини-боссы, что ли. О, на мать, ты посмотрел, ты тут ко мне. Быстрый какой. Алин, отойди, я в тебя попаду сейчас. Так, блин, у меня меча с собой нет. А-а-а! Алин, прекрати. Так, хорошо, что тут есть вообще? Скала какая-то жутковатая. Так, ну если так будет продолжаться, то он не такой уж и опасен. Единственное, как бы он Алин не убил. Алин! Алин, пойдем. Пойдем, Алин. Ну, здесь полный набор. Прошло время с тех пор, как я последний раз приезжал в Сайлент-Хилл. Может, я встречу дьявола теперь. Но когда я попадаю в такое место, как Сайлент-Хилл, я всегда чувствую себя опустошенным. Джаспер Гейн. Да блин. Так, здесь, короче, ничего особо не замечено. Алин, за мной. Так, ну хорошо, допустим. Что-то мне все меньше и меньше нравится эта хрень. Валим, валим, валим. Алин. Там еще призраки. Офигеть. Ладно. Ох, офигеть. Куда это попало? Да уйди. Ой, они лезут, они лезут. Алин, за мной. Что ты делаешь? Где ты вообще находишься? Алин. Алин. Да ты посмотри, я из-за нее точно погибну. Алин. Ты со мной? Ты ж меня убьешь и себя убьешь. Ты посмотри на себя, у тебя... Знаешь, Алин, по-моему, мы там были только что, на его пепелище. А если это, конечно, было то, о чем я думаю. Ну да. Здесь нет нигде колодца. Кажись, нет. По-моему, он в начале где-то был. Блин. Макаки, я вас убью, но сначала мне нужно... Блин, он потух, что ли? Нет, не потух. Да нет, потух. Свеча, это круто. Вот этот удар практически всегда не попадает. Нет, попал. Давай, допинываю. Так, вроде уехал. И где-то вот здесь мы появились. Когда в этом мире вообще проявились в первый раз. Хорошо, а как мне тогда донести факел? Может мне помедленнее идти, тогда он не будет загораться. Ой, тухнуть, в смысле? Не знаю. Давайте пробовать. О, здоровье. Главное, хоть аптечек стали побольше давать. Хотя, может, их и раньше побольше давали, просто я не замечал. Алин, надо лечить. Но я пока ее совсем накрывать не станет. Буду этим заниматься. Так, что это? Октябрь 6. Завтра есть книжечка в цапелле. Если я не могу читать хорошо, я пойду, как Джон. Я очень страшно. От историю от этого ребенка вообще, честно говоря, просто волосы шевелятся. Давай, Эли. Октябрь 5. Я снова получил. Я не делал ничего wrong. Я надеюсь, что он был dead. Бедный ребенок. Октябрь 4. Ой, там еще есть. Я его. Я его. Пытаемся как-то по-быстрому зажечь. Вон там дыра, кстати, есть. А, так. Секунду. Попробуем еще раз. Постараемся не бежать. Но что-то есть такое подозрение, что когда я попадаю в новую локацию, он тухнет. Хотя, если это так, то это не имеет особого смысла. Нет, горит. Правая рука. Отлично. Так, хорошо. По патрончикам не очень все хорошо. И куда он смотрел там? А, он, наверное, на пенек смотрел. Ладно, давайте уже возвращаться, наверное, в свою квартиру. Ох-ох-ох. Откуда у вас тут столько? Элин. Я должен их убить. Иначе они убьют ее. Нужно встать как-нибудь безопасно. Иди сюда. Спокойно. Так, быстренько добегаем и глушим. Теперь отступаем. Алин, за мной. За мной, за мной, за мной, за мной. Тебя убьют сейчас. Девушка. Пошло. Пошло. Ты живой еще? Смотри, а как, как так он живой? Алин, отойди от него, он больной. Иди сюда. Да что ты делаешь, а? Все. 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 Готов. Так, ну... Допустим, минус два. Вот эти двое постоянно тусуются рядом друг с другом. Это меня беспокоит. Да не вставайте. Так, вот я говорю, мимо прошло. Так, вот бывает такое. Все, ломай его. Нашла время, Алин. Ну, иди сюда. Давай, касатик. Хорошо, вошло. Быстрее, быстрее, пока не... Да блин, встает все равно. Быстрее. Все, готово. Ладно. Давайте. Это ты слишком медленно, ну... Пойдем. Я надеюсь, в квартире ничего нового. Потому что за сегодняшнюю серию нам хватило, в принципе, да? Там уже экспериментов. Свечку, в принципе, восполнили. Их не так мало дают, но... Могли бы давать и больше. Ну, тогда бы жить было проще. Иначе не так интересно. Офигеть. Она, короче, со временем появляется бесполезно. С ней бороться. Я так понимаю, просто из этих дыр потом полезут призраки. Поэтому меня вот это больше всего беспокоит. Не то, что там на стене некрасиво. Меня беспокоит именно то, что в результате всего этого у нас будут большие проблемы. И знаете, это, по-моему, как раз следствие того, что мы куклу взяли. Хотя, что-то узнает. Зато прикольно, разнообразие. Не просто приходишь в мир, а тут ничего нет, да? Ну-то ладно. В общем, на этом все. В следующей серии продолжим собирать части этой куклы. Я так понимаю, еще две осталось. И больше всего меня волнует сейчас возвращение по этому длинному-длинному коридору. Обратно туда, к пепелищу. Это будет не очень просто. Так как, собственно, и туда попадать тоже было. Серьезно так сложность повысилась в последних двух мирах. Но, с другой стороны, стало гораздо интереснее играть, потому что появилась напарница. Это, по-моему, очень интересно. Надеюсь, вам тоже понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»